Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео-прегрев Final Fantasy VII. Приятного просмотра! В предыдущей серии мы, получается, разобрались с... и новой, и... попали в... Так, сейчас, секундочку, камеру переключить, вот. И попали... Коста Дальсоль, по-моему, это место называется. Здесь мы увидели Ходжи, поболтались с ним. Ходжи нам сказал, что нам надо направляться куда-то в сторону Золотого Блюдца. Ну как, он нам не так сказал, конечно, он там намекнул, что надо куда-то на запад. А люди, которые его окружают, намекнули на то, что надо идти на запад в Золотое Блюдце. По сути, всё. Ещё, за кадром я опять пофармил. Ну, я думаю, заметно, да? Фарм. Пришёл код к такому результату. Плюс-минус. Примерно так. Что ещё произошло? Я очень сильно заинтересован был в том, что попасть на Старый Остров, в плане того, что там есть персонаж, которого можно присоединить. Но пока что такой ситуации не предвидится. В ближайшее время, как минимум. Так как назад вернуться пока нельзя. А нельзя нам вернуться, потому что... Сейчас. Придём на... Придём в порт. И я покажу, что пишут. В прошлой серии писали о том, что, типа, просто нельзя. Валите отсюда. Хайдеггер сказал, что вы свалили отсюда. И он не хочет здесь никого видеть. Сейчас же он говорит, что грузовые судна временно не будут ходить в приказ Хайдеггера. Такие дела. Но я так понимаю, нам надо дальше по сюжету продвинуться, чтобы Хайдеггер отсюда свалил, как таковой. Ну, из Коста-дель-Соль. И... Тогда уже будут ходить сюда снова. Насчёт дома. Ну, я думаю, это бессмысленная покупка. За 300 тысяч-то гилей, я думаю, не такое себе вложение. Да и плюс, я обсудил с одним из подписчиков эту ситуацию. И он тоже самое сказал. Типа, это бессмысленно. Так что, сейчас мы направляемся, получается... А, стоп. Нет, камеру. А, чё я пытаюсь добиться? Я хотел камеру повернуть. А сейчас понял, что это бестолку. Ну, получается, всё, что я хотел сказать, я сказал. Качался я, получается, на вот этих монстрах, которые сейчас появятся. Эти ребята очень странны. Точнее, этот монстр сам по себе очень странный. Ему надо дать некоторое количество урона. Ну, сейчас мы его победили. Но можно умудриться, чтобы он ещё одного монстра призвал, получается. И потом ещё троих. Который призывает маленький уже. Ну, которого он призвал, призывает ещё троих. Там ситуация довольно интересная. И если призвать всех, то получается там плюс-минус 350 опыта, плюс-минус 36, по-моему, АП за них. Тут сейчас получается 88 опыта и... Ой, 88 опыта и 10 АП. И где-то в районе 500 гилей. Сейчас 200 было всего. Примерно так. Короче, дальше по сюжету я вам сразу говорю, я не ходил. Поэтому для меня это также останется секретом. Ну, как и для вас на данный момент. Хотя кто-нибудь из вас по-любому знает, что там и к чему дальше. Я так понимаю, нам вон туда. Вон к той пещерке. Здесь, кстати, я не был, сразу говорю. Я формился до этого моста. Я рядом с ним был, но дальше не ходил. Интересно, опять убьём, да? Нет, смотрите-ка, в этот раз не убили. Вот о чём я говорил. Он призывает ещё одного такого уже, но поменьше. И уже мы не можем атаковать дальнего, а можем атаковать только того, кто впереди стоит. И вот он призывает ещё троих. Но они уже отлетают с одного удара. Даже не критического. Ну, по сути, всё вроде. Ну и ещё он запускает у нас серебряные шестерёнки. Какая-то механическая штука, которая запускает у нас шестерёнки. По сути, я не использовал ни магии на них, ничего такого. Они отлетают так, обычными атаками. Причём довольно быстро. И они очень легко побеждаются. Так, ну вот, как я и говорил. А, я думал, побольше опыта. Ну ладно, 363 очка опыта, 36 поинтов АП. Рэд получил уровень 25-ый и 495 гили. Ну, о чём я, собственно, и говорил. Почти 500. Ладно, идём туды. Так, а как нам туды попасть? А, вот куда нам надо. Я думал, нам туда. Так, и что это у нас за локация тут такая? Ага, вижу сундук. Я подумал, это сундук, а это человек. Уф. О, вы правда говорите со мной? Ну, типа того. Что? Тут только что прошёл парень в чёрном плаще. Я хотел сказать, что дальше опасно, но он даже не посмотрел на меня. Сифирот. Хм, идём дальше? О! Мужик, а у тебя есть что-нибудь? Дальше опасно, будьте осторожны. Если в пути незнакомец встретит вас приветливо и радушно. А, и радушно, то вы... и вы отвечаете ему тем же. Ух, путешествовать так здорово. Так, нам надо... Того, кому мы встретим, отвечать радушно. Ладно. Блин, меня ж предупреждали. Если я пойду сюда, то надо закупиться золотыми... Этими. Золотыми иглами. От окаменения. Но я же, естественно, этого не сделал. Это было глупо. А что это у нас? Довольно интересная локация. Я думал, тут будет что-то завязанное. Но... Воу. Это реактор? Наверное, это макореактор, но я в этом не уверен. Что здесь за монстра водится? А-а-а, здесь Василийские. Нет? Хотя довольно похож. Но хотя... Блин, я своего ударил. Вакуум. Да, ну они не сильно бьют. Так, ну вроде окаменение пока не ожидается. Кстати, по своим довольно высокий урон. Ладно, тогда будем убивать сначала мелочь. А иначе у нас урон полный не проходит. Блин, битфлоуд. Сзади который стоит. Блотфлот. Блотфлот. Ух, какое сложное название. Ладно. Я ошибся, что это были Василийские. Это был не Василийск. Василийский немножко по-другому выглядит. Ошибочка вышла. Ладно, 290 очков опыта, 29 АП. 370 гилей. Кстати, денег у нас довольно много. 26 тысяч. Ну это явно реактор. А попасть в него можно? Нет, нельзя. Ну, хорошо. Окей. Так, здесь их таких двое. Блин, они вызывают некоторые сомнения. Так, бьют клыками в основном. Кстати, надо у них попытаться что-то украсть. Вдруг у них что-то есть. Так, ядовитое дыхание. Но он не попадет, так и у него защита стоит против этого дела. Блин, у нас Клауд ходил, оказывается. А давайте мы Клауда подождем. Я хочу кражу использовать. Есть у них что-то? Не смогли украсть. Понятно. Значит, попытка будет в следующий раз. Но я так понимаю, что у них что-то есть, но что-то не особо важное. Ладно, 220 очков опыта, 22 АП. Безумная Луна получена была Рэдом. Снадобье 2, а вот сколько гилей было, я не заметил. Ну, там больше 200 было, это точно. Так, что у нас здесь для начала? Так, проход сюда нет. Прохода сюда нет. Сундуков здесь никаких нет. Тогда зачем я сюда пришел? Да, сюда мне не надо было идти. Ну, ладно. На нас зато здесь еще раз нападут, и мы узнаем, что к чему. Так, мелочь пузатая всякая, да? Так, ну атакуем ее, естественно. А здесь кражу используем. По-любому их тут трое. У кого-нибудь получится что-нибудь украсть, я думаю. Первого-то мы 100% убиваем. Да. Не смог украсть. Хм, странно. Берем второго, но третьего пытаемся что-то украсть. Да ты чё, издеваешься надо мной? Слышь, штука, отдай мне предмет, какой у тебя имеется. Мне очень интересно, что у тебя. Блин, вакуум довольно такое, больно бьющее вроде как заклинание. Если в нужных руках и с правильной прокачкой, она довольно много будет отнимать КП, мне кажется. Так, ладно, 270 очков опыта, 27 АП. И 375 гилей. Во, здесь я все увидел. Так, а вот что за отверстие? Или это просто фонарик? Ладно. Так, есть еще проход куда-то на правую... На правое плато, наверное, правильно его так будем назвать. Так, опять этот здоровенный фиг поймешь что. Давай, пробуй у него что-нибудь украсть, пока мы разбираемся с мелкими. Не могу у него украсть, и все тут. Ты погляди на него. Кстати, когда там уже грабеж откроется? Эй, не на того напал... А, нет, на того. Не могу украсть, и все. Опять ядовитое дыхание, опять на Клауда. Но Клауду пофиг, у него защита от этого стоит. Так, вот. Теперь мелочь эту атакуем. Да не могу я украсть у него, и все тут. Такое ощущение, что у него есть что-то полезное, но украсть мы это не можем. Хм, струнновато, струнновато. Ну давай еще раз. Не, не получается. Переживем мы его атаки, интересно? Да по идее переживем, в принципе. Я хочу добиться, чтобы у него украли предмет. Да ты издеваешься. Я отхиллюсь, это не проблема. Мана у меня... Блин, как это? Предметов на отхилы у меня море. Ну я так и думал, что не получится. Опять ядовитое дыхание, опять на Клауда, и опять никакого эффекта. Не возымела его атака. Ну я, собственно, не удивлен. Да хорош, отдай предмет, говорю. Ты че такой жадный? Так, в этот раз не на Клауда. Ух, нифига у тебя урона. Короче, убиваем его, иначе у нас отъедет Баррет. У него слишком много урона. Офигеть, блин, че у него за предмет такой, что он его украсть не может. Ладно, 290 очков опыта, 29 АП. 370 гилей, снадобье второе. Кстати, чтобы вы понимали, когда я сказал о том, что у меня много предметов на отхил, у меня снадобье второго 35 штук. Это так вот, на всякий случай. Так, давайте, наверное, воспользуемся вторым снадобьем. Я не то чтобы наворовал, сколько наполучал, пока фармил. Там довольно много было его. Эээ, не-не-не-не-не, вернись на ту локацию как раз таки. Ага. Спуститься можешь? Можешь. Не просто так там это плато. Не просто так. Ага, на меня кто-то опять напал. Здесь мелодия такая, не воинственная, так скажем. О-о-о! А вы кто такие? Кокотолис. Так, камушек получился, да? Либо он скоро обратится в камень. Золотую иглу украли. А, это через такое количество секунд она обратится в камушек? Эээ, не-ээ, брат. Так не пойдет. Умирай. Все. Я понял, почему золотые иглы нужны. Так, 194 очка опыта, 20 АП. 336 гилей. Короче, получается, что мы получаем АП в 10 раз меньше, чем опыта. В принципе. И это по-любому так, причем оно округленное как-то. А зачем это плато тогда? Здесь же по-любому что-то должно быть. Ну не просто так сюда подъем есть. А зачем? Так, мы на них сзади напали. Сзади напали, это хорошо. Ну, сейчас мы их порубим в салатик. Ну, кстати, у нас неплохо получилось их в салатик порубить. Так, пробуем у них украсть что-то. Не можем. Походу, их только с грабежом придется грабить. Потому что что-то у нас не получается. Так, 36 АП, 360 опыта, 500 гилей. И снадбье второе. Нехило денег тут падает. Мне нравится. Так, материя. Сколько у тебя там докажет? Охренеть можно. Ясно. Понятно. Скажем так, чтобы получить хоть что-то оттуда, нам надо тысячу боев таких провести. Чтобы он прокачался. Это до жути много. Так, можно было по этой дорожке железной пойти, но мне кажется, что это чем-то плохим закончится. И мне в любом случае придется идти вокруг. А вы кто? Это бомбы. Мне кажется, с ними опасно драться, в принципе. Но я так и подумал. Убивай его. Бабах. А мы за них хоть какой-нибудь опыт получим, нет? Хоть что-нибудь. Фаербол. Мне кажется, что его можно было бы выучить. Опять бомбласт. Ух, нифига у тебя урона. Охренеть. Так причем мы еще и ничего не получили за этот бой. Из-за того, что они сами взорвались, а не мы их победили. Это немножко странно. Нет, сюда не надо. Ну, либо сюда придется идти. Ну, не просто так это ответвление сделано. Ну, по-любому. Вечно вот так вот оно сделано. Походу, какой-то триггер должен сработать, чтобы мы туда пошли. Или нет. Кто знает. Сейчас увидим. Опять ты. Так, он сейчас с самого начала боя, да, его использовать на нас сразу? Я надеюсь, что мы успеем ему напинать. Чтоб не превратиться в камушек. Нет, не успели. Так, и на кого? Опять на тебя, да? А, на одного тебя. Каменный смоук. Окаменяющий дымку, по идее, да? Или что-то такое? Что-то в таком духе. Так, 277 поинтов опыта. 28 АП. Ну да, в 10 раз. 410 гилийс на 2 второе. Ну ладно, пойдем дальше. О, сейф-поинт. Это неплохо. Так, сейф. Что у нас, закончились там до клеточки для сохранения? Я правильно понимаю? Да. Ну, получается, тогда начинаем с самого начала. Оп. Гора Коралл. Хорошо. Я понял вас. Так, перепрыг... Так, здесь два пути. Доберитесь до сокровища, удерживая влево или вправо. Эм, простите, пожалуйста. Можно мне еще раз это сделать? Поднимайся наверх. Я понял. Так. Так. Сначала слева сокровища есть, потом справа сокровища есть. Я просто не сразу понял, что мне надо делать. Давай. А как упасть-то еще раз? Я упасть хочу еще раз. Блин. Я пропустил сокровища. Мне жалко. Двойной пулемет. Там два сокровища было. Так, дальнобойное оружие. А что у тебя за материя? У тебя два призыва. Шива и Чокомок. Ну, в принципе, в принципе, в принципе. Да давай напялим тебе дальнобойное оружие. Пора б тебе вернуться к истокам, скажем так. А как нам еще раз упасть? Я еще раз хочу упасть. Или это надо с локации выйти и зайти обратно? Давай попробуем. Да это я знаю. Либо я сейчас загружаться буду. Что, кстати, вполне возможно поможет. Давайте загрузимся. А как это сделать? Что, прям перезагружаться надо? Блин, обидно. Обидно довольно-таки. Обидно. На нас напали сзади. По-свински поступаешь. Блин, урон упал. Не сильно, конечно, но упал урон. А там было, интересно, что-то полезное нет в этих сокровищах? Если бы я знал, был бы смысл за ними возвращаться или нет. Так, 97 очков опыта, 10 АП. 168 гилей. А, я понял. Все. Я извиняюсь, конечно, за паузу за такую. Я, может, даже вырежу, наверное, эту паузу. Короче, суть какая. Это место будет не одно такое. Вот. А зачем я прыгнул? Не надо было прыгать. Блин. Короче, понятно. Я дурачок. Не надо было спрыгивать. Там два каких-то предмета. Воу, а что вас так много-то? А вы меня не покусаете так сильно, а? Так, молниеносный поцелуй. Или поцелуй молнии, я не знаю. Ну, скорее поцелуй молнии. Тут почему я молниеносным поцелуем это назвал? Надо было еще раз какатрить... Как он назывался-то? Сейчас, надо похилиться. Какатаус, по-моему, или как-то так, какосол? Сейчас узнаем. Кокотолис, вот. Кокотолис. Кокотолис. Кокатрис. 322 очка опыта, 34 АП, 558 гелий. По-любому items, надобие второе. Идем дальше. Эфир 2-й. О, падай. Так. А теперь надо разобраться, удерживайте влево или вправо. А почему? Можно узнать? Я же влево нажимал. Или типа недостаточно влево. Понятно. Я ничего не понял, как это работает. Та же ситуация, что и с солдатами перед кораблем. Или мне надо было быстро нажимать превращение? Что это такое? Давай ты еще будешь ломаться, пожалуйста. По-любому где-то здесь что-то... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, вернись. Пойдем сначала вниз. Будем искать, где что-нибудь может сломаться еще. Как-то там странно это работает. Надо нажимать... Походу там надо нажимать сразу обе кнопки. Ну, имеется в виду сторону, куда надо лететь, и кружок. Причем довольно быстро, надо нажимать при падении. Ну, это как я понял. Это он переживет, это не проблема. Кстати, у него можно хп снять. Второй призыв ему на это место поставить. Птичий пинок. Победа. Так, 322 очка опыта, 34 ап. У нас почти уровень. Рот, гром, птицы, 550 гилей. Нет, вернуться обратно. Надо еще наверх сходить. Вдруг там что-то есть. Блин. Клауд, удачи! Клауд, вперед, вперед! Забавно. На самом деле, мне не понравилось, потому что получилось. Я опять накосячил. Что-то слишком много я косячу. Даже обидно как. Там два предмета лежал. Так, один этот магический посох, а второй... Какая-то звезда. А какая-то звезда. А, я уже и крась перестал, да? Так, 260 очков опыта, 27 ап. Там два уровня получено было. 380 гилей. По-моему, там два уровня кто-то получил. Так, а может быть, все-таки шпалы сломаны были, которые... Они вернулись. Продолжаем убивать этих птичек. Пробовать еще раз упасть. Может быть, получится. Извиняюсь. Ну, кулон звезды у меня, по идее, уже был. 322 очка опыта, 34 ап. 558 гилей. Поэтому за вторую вещь можно было и не сильно беспокоиться. А вот, блин, посох мага я бы забрал, наверное. Сколько здесь птиц? Да ужаса, дофига. Да и какие-то удары, кстати, прыг. Кровавый клык. Это, по идее, как мне объяснили, прием, который... Вампирс, ну, обладает вампириком. Можно, типа, убить и стыкать какое-то количество УХП. Давай попробуем. Ну, да, смотрите-ка, действительно. Немного, но хватает. А, я же вам лимиты не показал, то, что у меня открылись лимиты. Это было глупо. Надо было показать. Мы расстреливаем этих птичек. Ну, вроде все, победа. Ужас. Сколько их здесь много, до жути. 375 очков опыта, 40 АП, 650 гилей. Что, больше не будет сыпаться, да? Ну, короче, считайте меня... Не знаю. Потерял я все. Повернись просто. Нет, спрыгнуть нельзя. Самому спрыгнуть нельзя. Может быть, на следующей локации будет что-нибудь то же самое. Я так понял, сейчас можно пойти поговорить с этими двумя. Сарис и Тифой. И может быть, что-нибудь получится у них узнать. Ну, знаете, там есть предметы, причем довольно полезные. Вроде как. Их можно получить. Я попробую пройти как-нибудь без них, получается. Ну, если не будет возможности их еще раз собрать. Ну, либо сейчас загрузиться и сделать это заново. Вполне можно, на самом деле. В принципе, это не сложно. Так, 322 опыта, 34 АП, 558 гилей. Блин, даже не знаю. А, я хотел с ними шпалбазарить, точно. Вот дурака. Знаете что, давайте я сразу загружусь. Продолжение следует... Так, вот, загрузился. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Нет, фигня какая-то получилась. Я, конечно, сместился, но не сильно. Так, ну, значит, я сейчас буду пользоваться квиксейвами. Значит, будем пользоваться квиксейвами. Потому что предметики мне хочется. Нет. Насколько надо быстро нажимать эту кнопку? О, получилось. Получилось. Посох мага, как я и говорил. Так, а вторая точка, блин... Так, стоп. Та же вещи еще лежат, которые тоже надо подбирать. Здесь у нас... Двойной пулемет. Давайте его сразу напялим. Так, эквип. Баррету. Двухствольный пулемет. Точнее, двойной пулемет. Почему я двухствольным его назвал? Где тут ломается? Вот. Так, я опять делаю квиксейв. А теперь вправо. Не знаю, получилось или не получилось. Получилось. Ну вот, теперь другой разговор. Блин, я же то же самое мог сделать и на корабле. Кулон звезды, да. Я все так и думал, что этот именно кулон. Так, ну все тогда. В остальных местах можно не проваливаться. Эфир. А, уже перепрыгивай. Смысла падать нет. Теперь смысла падать нет. Я долго ломался по поводу этого. Блин, я забыл ряд поменять. Ооо, ну ладно. Ну хотя, я собственно думаю, что в этой битве ничего такого опасного не произойдет. Если я ряд не поменяю. Урон вырос. Или бы это был просто крит удар. Что скорее всего, кстати говоря. Вроде у дальнобойных ребят урон никак не меняется. Исходя из того, где в каком ряду они стоят. Да, это просто был крит удар. Урон такой же. Обычно. Кстати, заметьте, критик катрисы больше меня не атакуют. Вот этим окаменяющим смогом. 322 очка опыта, 34 АП. 558 гилей. Так, что я хотел сделать. Я хотел поменять отряд. И хотел полечиться. Что там по уровню далеко еще? 522 опыта. Понял. Два боя, как минимум. Так, пойдем сначала к Алису с Кифой. Поговорим с ними. Я помню про них. И не забываю. О, Клауд. Здорово. Мы не можем пройти, пока не опустим мост. Думаю, переключатель вон в той будке. Но тут полно монстров, и я очень устала. Ну, будка здесь. Ну же, Клауд, дай нам передышку. Пошли. Пошли. Поменять отряд я не хочу. Потому что меня вполне устраивает тот отряд, который у меня сформирован сейчас. Потому что Тифу и Клау... Ой, Тифу и Алис надо раскачивать. А мне, ну, как бы лених раскачивать. У нас очень неплохая компания собралась из Клауда, Бара, Тейры. Я вот единственное, что не получу больше рот громоптицы. Вот это обидно. Ну, да ладно. Из-за того, что я загрузился. Так, птичий пинок. Ну, а сейчас птичек этих развали, мы пойдем дальше. Это не проблема. Кстати, здесь очень много птичек. Я тут обратил внимание. Так, давайте хильнемся. С помощью лимитов. Рэд. Как мы уже знаем, она обладает вампиризмом. Небольшим, конечно, но вампиризмом. Сроковочку, да? А, кстати, он не сработал в конце боя. 322 очка. Опыта, 34 АП. 558 гилей. Хорошо. Я себя ненадолго потерял. Ну, быстро нашел. Давай, Клауд, удачи. Да, да. Клауд, вперед, вперед. Опа. А вот этих монстров мы еще не видели. Кстати, у них надо тоже попробовать что-нибудь с пенниль. Кража. Какие черви? Ни фига у них урона. Ну и живут они недолго. Четыре лазера. Сидшот. Что такое сидшот? Выстрел с именами, типа того? Странная штука. Опять лазер. Четыре лазера. Получится у них что-нибудь украть? Не. До конца не получается. Но у них слишком много урона, поэтому я не хочу с ними вот так вот возиться. Четыреста опыта, сорока пэм. Там два уровня, опять прилетелось на 2-ое, 500 гили где-то. Клауд, вперед-вперед, да-да-да. Будка. Тут очень тесно. Неужели? Ну же, Клауд, не поддавайся этому. Посмотри, вон, вот он. Если я поверну его, что-нибудь случится. Знаю, сделать это, да. А, анимацию лень было рисовать, да? Как мост опускается. А куда они бегут-то-то? Ну ладно. А, они снизу побежали, я понял. Ладненько. Кстати, возможно, нам надо тоже снизу пойти пройтись. Да, нам по-любому нужно по нижней стороне пройти. Хорошо. Сейчас вернемся и пройдем по нижней стороне. Не просто так же мы там мост открыли. И якобы здесь еще можно, где-то, услышав пение птиц, подняться наверх. Ладно, 390 очков опыта, 40 АП, 593 гиля и ротгрома птицы. Слышу пение. Ну пойдем. Эй-эй. Принюхивается. Что делать? Забрать чертово сокровище. Времена тяжелые, я заберу сокровище. Эй, малыш. Ммм. Так, и с кем надо браться? С Кокатолисом. Блин. Я только сейчас подумал. Хотя это, блин, все-таки опасный монстр. Приносящий вред сюда. Ну блин, там же пятенчики были. Ладно. Опыта 97 получено, 10 АП. 168 гилей. Пиро Феникса, 10 штук. Блин, я сейчас тут так подумал. И понял, что я натворил полную фигню. Бедные птенчики. Да жалих как-то. Я оживление не поставил до сих пор, да? Купить его купил, а поставить его до сих пор не поставил. Оно же даже не раскачивается сейчас. Ладно, забудем про птенчиков. Придется об этом забыть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой же ты нехороший, а? Хотя, наверное, мы этого заслужили. Точнее, я. Ладно. Не суть. Так, 260 очков опыта, 27 АП. 380 гилей. Так, возвращаемся обратно. Давай быстрее, Клауд. Ты очень медлителен. Ну, это было ожидаемо, что у нас кто-то нападет. Вообще, в принципе, неудивительно. Опять грибочки. Которые нас какими-то непонятными семенами забрасывают. Это немножко странно, на самом деле. И четырьмя лазерами. Довольно больно бьющими. Но эти грибочки сразу отъезжают с первого удара. Хотя бы это меня радует. Так, громовые птицы. Умирайте. А мы пойдем дальше. Мы тут, походу, всю популяцию птиц сейчас выкосим. Таким образом. 390 очков опыта, 40 АП. 593 гиля и снадобие второе. Надо, кстати, похилиться было бы, наверное. Хотя с другой стороны... Так, нам нужно идти по... По правой стороне. Тогда мы придем к каким-то там сокровищам. Каким-то там сокровищам. Которые нам пригодятся. 220. Чуть больше 300. 370, извините. Ну и здесь 520. Ну где-то 500 хп в этой штуке здоровой. Так, 260 очков опыта, 27 АП. Рэд получил уровень. Получил. 380 гилей. Ну или получил, а? Ну это мы узнаем, когда точно имя его узнаем. Мы же знаем его имя чистое, точнее. Имя данного существа. Так, по правой дороге. Ну да, все правильно по этой. Так, это немного странно. Куда это нас ведут? По мосту какому-то? Ох, нас окружили. Ну сейчас, да, точно будет кто-нибудь в камне. Это 100%. Надо, походу, начинать у них воровать. Золотые эти иглы. Так, кража. Давай пробовать у них золотые иглы воровать. Они нам нужны. Начинается там. Не смогли украсть. Блин, а я думаю получится. Так, 5 секунд осталось. Ну, 5 по таймеру. Все. Успел. Ряд не превратился в камень. 291 опыт. 30 АПМ. 504 гилей. Золотая игла. Блин, как же камера дергается жутко. Так, опять бомба, да? Знаете что, давайте попробуем у нее что-нибудь украсть. Она же не будет расти, если мы ее не будем бить, правильно? Ближайшее время надо сохраниться. Да и закончить на этом. Вы украли правая рука бомбы. А больше у него нет ничего? Больше нет ничего. Хочу фаербол узнать. Может быть получится его выучить? Ну вот еще бы он атаковал в того, кого надо. Может магией его какой-нибудь там льдом каким-нибудь его завалить? У меня есть лед? Нет, льда нету. Вот здесь есть лед. Давай льдом его попробуем заморозить. Отлично получилось. Так, а что за правая рука бомбы? 150 опыта. 20 АП. 192 гиля. Так, секундочку. Ну, что за предмет правая рука бомбы? Всего-то. Бестолковое занятие. Не. Зачем я пытался это украсть? А где есть? Что это за место? Ты. Ты. Эй, он вернулся. Подожди здесь. Даже не верится. Не думал, что снова увижу это лицо. Те люди пришли с тобой? Мне жаль, их с ними ходит смертельно опасный Барретт. У тебя хватило наглости вернуться? Посмотри на это место. Это из-за тебя северный коралл превратился в груду мусора. Молчишь? А, ты уже забыл, что здесь сделал. Простите. Жаль тратить на тебя силы. Не будем тратить время на этого механического урода. Вы их слушали. Это я виноват в том, что город был уничтожен. Интересно. А в чем случилось? Что произошло? Это его вина. Что северный коралл стал таким. Да? Не мешай. Мы можем выжить здесь, лишь собирая мусор. Как так вышло-то, ребят? Что случилось-то? Скоро прибыльет следующий поезд. Дедушка был машинистом. Угольного поезда. Он до сих пор не может избавиться от старых привычек. Понял тебя. Да, хорош. Мы с тобой уж поговорили. Мне это не интересно. Возможно, в этом месте что-то есть. Давайте осмотримся. Так. Это торговец. Купите что-нибудь. Хочешь что-нибудь? А что продаешь? Палатка снаджевых первых фениксов. Честно? Прости, но мне это не нужно. Что тебе нужно? Ну давай товар. Что ты продаешь? Превращение. Только что подбирали. 5000 стоит. Нифига себе. Симулятор золотый. Кулатушка в роста. А, лечит мини. Полцевой девицы. Лечит жабу. Понял. Тоже пока не нужно. Есть что-то хотите? А, если хотите выжить, вам надо купить оружие. Мое оружие. Пожиратель силы. Карбонитовый... Ну, кстати, вот пожиратель силы я бы приобрел. Карбоновый браслет. Ну, нет, не купил бы. Он сейчас мне не нужен. Так, пожиратель силы это хорошо. Давай, Квип. Клауд. Пожиратель силы. Удвоенное. Удвоенное это хорошо. Количество АП. Так, золотой... Сал. Какое-то золотое что-то. Золотой источник? Нет, нет, не золотой источник. Так, это куда дорога дальше? Выход с локации. Знаете что? А давайте здесь и сохранимся. Давайте здесь и сохранимся. А в следующей серии уже продолжим. Золотой источник. Как же это называется-то? Я слово забыл. Пять секунду. Секундочку. Это как раз и есть золотое блюдце. Это и есть золотое блюдце. Ладненько. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока!